Он сражался за каждый метр родного края и вел за собой тысячи человек. Уже на шестой день войны белорус Василий Корж со своими единомышленниками дал первый партизанский бой фашистским захватчикам, а после формировал одно из крупнейших партизанских соединений в БССР. Сегодня почтили память земляка, основоположника партизанского движения. 28 июня 1941 Василий Корж с только сформированным отрядом напал на колонну вражеской техники в районе Пинска, бойцы действовали быстро и слаженно и в бою не потеряли ни одного бойца. Это сражение официально признано первым боем в истории партизанского движения в Великой Отечественной войне. Когда пришел 1941 год, у него уже был опыт партизанского движения. Этот опыт он получил еще до самой кровопролитной войны в истории. Василий Корж воевал с польской армией в составе партизанского отряда. Пришлось коржу и командовать интернациональным отрядом в Испании, громившим БСК диктатора Франка. Великая Отечественная застала Василия в Пинске, где он работал в обкоме партии. Именно здесь он организовал 15-тысячное партизанское формирование. Корж ведал, это имя стены добра. Он ведал, где можно людей заховать, потому что нужно было людей тоже как-то спасать. И людей ведал. И коржа ведали все тут. Он же отсюда вышел. Ведали его семью, ведали коржа, что это человек, который вельми справедливый. И он мог быть строгий, но он вельми за все, где был справедливый. Вот ему верили, и они шли за ним. Знаете, я что приказывал коржу, кожному своему партизану, никуда ни у кого силой не забирайте. Когда вы голодные, попросите, вам дадут хлеб. И там что еще силой, никуда не забирайте. Не обижайте мужика, потому что мы без их ничто. Партизаны коржа провели в тылу врага больше тысячи дней, то есть более трех лет. Под его руководством уничтожили более 26 тысяч фашистов. Разгромили 60 немецких гарнизонов. Пустили под откос полтысячи эшелонов. И так и не дали фашистам оккупировать подконтрольную им территорию. С первых дней войны отец моей жены воевал в отраде коржа. Я четко знаю, как это все было. Я четко понимаю ту роль и тот полтководческий талант, который присутствует Василию Захаровичу. Наверное, недаром Григорий Жуков дружил с коржом Василием Захаровичем. Приезжал сюда на рыбалку, охоту. И почти военное время они встречались. Фашисты не смогли разбить партизаны и делали все, чтобы запугать и уничтожить местное население. Страшная участь не обошла родную для коржа деревню Хоростово. До войны здесь были сотни дворов. В 43-м в живых остались считанные жители. Я испытываю огромную гордость за то, что наши люди, мои земляки, и не только земляки, а люди, которые приехали сюда на машинах, которые мне позвонили, попытались меня найти и нашли. И я очень обрадовалась этому. Я очень рада, что они помнят, что они на примере моего деда воспитывают молодежь. И не только молодежь. Мне кажется, наше поколение тоже надо воспитывать. Это показали в 20-е годы. Вскоре после сокрушительной победы над нацистской Германией, Василий Кош вернулся в родную деревню побеждать уже на другом фронте. Возглавил колхоз «Партизанский край». Сегодня здесь помнят и чтят своего легендарного земляка. Дом Василия Коржа стал музеем. Ежедневно группы туристов приезжают сюда, чтобы увидеть вещи и фотографии героя, и прикоснуться к частичке истории, которую может по праву гордиться каждый наследник Великой Победы. Александр Плескачев, Алексей Шаплов, Яна Белковская. Наши новости ОНТ. Наши новости ОНТ.